На следующий день после торжеств по случаю 80-летия комсомола люди не исповедующие идеологию принудительного равенства зажигали свечи в память о миллионах загубленных граждан бывшей супердержавы, на обломках которой то там, то здесь проступают следы былой борьбы за светлое будущее. В субботу уже после официального дня памяти жертв политических репрессий в местечке Красный Бор на 19-м километре трассы Петрозаводск-Деревянное прошла панихида и перезахоронение части жертв коммунистического террора конца 30-х годов. Я благодарен своим коллегам, всем вам за то, что вы сюда пришли, всем тем, кто отметил эти страшные расстрелянные ямы хоть какими-то временными памятниками. Пусть еще одно кровавое измодиение большевизма обретет какие-то реальные связанные параметры. По этой дороге постоянно проезжают машины. И поверьте, что, наверное, скоро доброй традицией станет просто посигналить проезжающим из этого обилия, говорить, что мы помним, помним о них и постараемся сделать так, чтобы это время больше никогда не повторилось. О трагедии в Красном Бору мы уже рассказывали. Пока не установленное точное число жертв. По предварительным данным, от одной до двух тысяч уроженцев Петрозаводска, Карелии, а также канадских финнов, лежат здесь в перемешку в расстрельных ямах, каждую из которых члены общества «Мемориал» отметили символическим столбом. О паранойии, охватившей руководство Первого государства рабочих и крестьян, написано немало статей и книг. На примере Петрозаводска болезненную лихорадку страны Советов можно проиллюстрировать ситуации, когда по обвинению в шпионаже в течение пары недель осенью 37-го года мясники из НКВД расстреляли всю Петрозаводскую пожарную команду, более 40 человек. Если бы нынешние политически активные господа и товарищи почаще припоминали преступления большевистского режима, то, вероятно, их бегство от ужаса, творимого бездарными реформаторами, кстати, по большей части выпускниками высших партийных школ, не сопровождалось бы тотальным поливением и покраснением взглядов и флагов.